Доброго времени суток дорогие друзья, с вами Юга и это третий выпуск шпаргалок по игре Black Desert Online. В третьем выпуске я бы хотел вам рассказать о рабочих, какова их роль в игре, насколько они полезны и как вам они помогут в мире черной пустыни. Давайте разберемся от начала и до конца и сделаем выводы. Поехали! Ну а начнем мы по традиции с самого основного, скажем такого простого, что вы должны знать. На старте российского БТ за квесты будут выдаваться определенные свитки, которые будут выдавать управляющие. Чтобы найти управляющего на карте в любом городе, вам нужно воспользоваться увеличительным стеклом и на карте выбрать вкладку рабочий или управляющий, как и на России будет переведено, потому что это русификация Кореи. Но все же, вы его нашли и вы должны, собственно, проследовать к нему. По первым квестам они будут выдавать свитки на халявную покупку этих самых первых своих рабочих. А в дальнейшем, чтобы развивать свое производство, вы должны уже приобретать его сами за свои кровные. Самое главное, что нужно знать при покупке рабочего, при его найме тратится 5 очков энергии. Вы соглашаетесь и, соответственно, управляющий вам предлагает, чтобы сменить или если вам рабочий не понравится, вы нажимаете сменить кнопочку и также тратьте энергию до того момента, пока не выпадет тот самый рабочий, который будет полностью вас удовлетворять. Но следите за очками энергии и в начале, ну, то есть на старте игры особо сильно их не расходуйте. Ну, допустим, мы уже выбрали, пускай это будет гоблин, давайте еще раз сменим, может быть, там синенький пробит, нет. И нанимаем его. Оплата 3,5 тысячи. Желаете нанять? Да, желаю. Итак, появляется надпись «Рабочий человек город Хидель». Очень важно знать, что каждый рабочий причисляется к своему городу, где он был нанят. И, соответственно, вы не можете рабочего с Хиделя отправить в Кольфион или обратно. Также очень важно знать при наеме рабочих, что в городе у вас должны находиться бараки. Все как в реальной жизни. Соответственно, во вкладке вы выбираете бараки и смотрите те дома в городе, в которых они есть. Бараки стоят в целом от 1 до 5 очков влияния, по-моему, до апгрейда. Покупаете, чем больше бараков, тем больше рабочих сможете нанять. Давайте узнаем, какие он различия между рабочими и каких стоит брать, а каких нет. И для какого производства будут они более полезны. Поехали. Так вот. Различия рабочих и поподробнее о них. Существует три вида рабочих. Это коблин, человек и гигант. У каждого из них есть свои определенные черты. И, соответственно, вы будете их выбирать по степени того или иного ресурса, который вы будете добывать. Давайте расскажу об особенностях. Итак. Человек. Довольно-таки усредненный класс, который имеет самый большой перерост удачи. И, соответственно, среднее количество энергии и среднюю скорость работы. В общем, такой большой среднялого, но плюс человека в том, что у него больше удачи. Соответственно, его посылают на проки. Проки нужны, чтобы изготавливать определенную какую-то алхимию. Проки нужны, чтобы перекрафчивать вещи. Проки нужны, чтобы добывать тот ресурс для крафта еды, который должен с очень маленьким шансом выпасть с определенного объекта. Рабочие гиганты. Рабочие гиганты заключают в себе... Самая их основная черта – это большое количество ходок за ресурсами и самое большое количество энергии. Соответственно, скорости у них чуть поменьше, удачи перероста у них также меньше. И я вот тут рабочего гоблина не нанял, чтобы вам показать. Ну, скажу о гоблинах так. Гоблины – это самые быстрые в игре рабочие. У них самое малое количество энергии, но самая большая скорость добычи ресурса. Соответственно, на самые такие востребованные ресурсы в самом начале игры, по обновленным данным, у нас очки работы будут засниматься из-за перекрафта. Точнее, очки энергии. Вы должны будете направлять их на те ресурсы, в которых вы выберете профессию, которая будет вашей основной. Вот, собственно, все различия. Давайте еще пару слов об особенностях. И узнаем, как же все-таки направить своего рабочего на определенную точку, чтобы он их добывал. Чтобы рабочие начинали добывать ресурс, вам нужно проложить путь исследования к управляющим узлам. После того, как вы на карте откроете определенную местность, в моем случае это плантация Моретти, здесь у вас появятся две ресурсные базы, которые нужно также активировать через управляющего узла. Подходите к нему, начинаете диалог и выбираете пункт логистика. Здесь откроются две ресурсные базы. Это пшеница и лен. Пшеницу у меня уже добывает человек, а лен, он, допустим, нам понадобился. Соответственно, мы тратим очки влияния для того, чтобы его открыть. У нас открывается лен, и в списке работников, которые у вас появятся, вы можете нанять человека, который пойдет его добывать. Если он вам не нужен, так же его выбираете и забираете очки работы. Вот, собственно, и все. Ничего такого сложного в этом нет. Если ресурсная база находится очень далеко, соответственно, вы прокладываете путь через основные точки управляющих. В данном случае, чтобы направить своих рабочих в пещеру гоблина для добычи медной роды и древесины ясени, я проложил этот путь. Соответственно, от крупной точки и потом уже в ответвление в пещеру гоблина. Также, что нужно знать о рабочих и ресурсной базе. В каждом городе имеется свой склад, куда рабочие относят свои ресурсы. Соответственно, в этом складе они все копятся. И такой момент. Максимальное количество ресурсов должно не превышать 1000 единиц. Следите за своим складом, будьте аккуратны и вовремя расширяйте его, чтобы не случилось транспортного коллапса. Также хотелось что добавить. В городах существуют как таковые дома, в которых вкрафтится определенное оружие или перекрафчивается какой-либо вид ресурсов. Также вы их можете покупать. И ваше рабочее, когда вы управляете производством, занимается этим же. И все ресурсы они берут со склада. Соответственно, если простая древесина нужна для крафта медного топора и медь, она должна быть у вас на складе. Также не упускайте этот момент. Самое такое, не то чтобы главное, но довольно-таки важное. Важное такое замечание от меня, это то, что рабочие, как я уже сказала ранее, им нужны бараки, чтобы жить. Также им нужна еда, чтобы есть. Боинг-десерт это реализовано очень странно. Почему сейчас объясню? Рабочим нужно пить. То есть, реально пить настоящее пиво, которое восполняет им энергию. Пиво должно находиться в вас инвентаре. Вот примерно такое вот пиво. А слабоактивность рабочего увеличивается на плюс 2. Используется в меню рабочих. Чтобы задействовать пиво, вам нужно следующее. Вот он список моих рабочих. Вы должны его отметить галочкой всех и нажать клавишу отдых. Соответственно, в этом меню откроется пиво. И уже будете проквасывать пиво в тот момент, когда рабочие закончат. Когда шкала энергии опустится до определенного какого-то периода. Или допустим до конца. Или на тот срок, который вы поставили добывать все ресурсы. Вы их напоили их пивом. Энергия восполнилась. И рабочий снова идет работать. Также проведу сейчас небольшую инструкцию по... О том, как добывать это пиво. Но для этого мне нужно проследовать город Хидель. Где лежат все ресурсы. Ну что, поехали и посмотрим, что для этого надо. Ну что, дорогие друзья. Давайте теперь узнаем рецепт приготовления пива. Оно довольно-таки несложно. И требует не так много вашего времени. Самое главное это ингредиенты, которые вам нужны. И они состоят из пяти различных зналаков. Это возможно быть и пшеница, и ячмей, и картофель, и кукуруза, и ботан. То есть вот пять из них. Шесть воды для готовки. Они стилированы, хотел сказать. Для готовки. Один сахар и две штуки дрожжей. Это все добро. Вы можете купить у... В таверне. У, собственно, управляющего таверны. Зайти к нему и сказать. Ну-ка, чувак. Давай-ка нам продай все это добро. Видите, как это стоит не так дорого. И самое главное купить у него плиту. Да. То есть без плиты никак не обойтись. Вот у меня уже заранее ее купил. И даже одна заранее у меня уже стоит дома. Итак, на улице это не приготовить. И поэтому вы уже, как такой уже сложившийся гражданин мира черной пустыни, давно у тебя уже приобрели жилище. Жилище приобретается в меню города. Стоит от одного до четырех очков влияния. В зависимости там от площади, которую вы покупаете. Я, соответственно, решил погулять на широкую ногу. И купил себе такой дорогой домик там почти за пять очков влияния. Ну, ладно. Как говорится, красиво жить не запретишь. Так, как видите, у меня уже стоит одна плита здесь. Давайте войдем в режим установки. И поставим нашу уже еще одну купленную плиту. То есть выставляем. Все. Есть у нас плита. Выходим из режима. И теперь мы можем смело готовить. Очень важный момент, что вы должны знать. Количество ингредиентов, которые вы будете... Класть в саму плиту на массовое производство или же на приготовление одного предмета. Должно быть очень... То есть должно быть строго по количеству. Вот все числа должны быть... Ну, то есть соответствовать тому количеству, которое вы приготовите. То есть если вы положите на один больше, у вас готовка просто не пройдет. Давайте попробуем приготовить первое пиво по рецепту. Давайте закинем, значит, пять злаков. Две штуки дрожжей. Одну штуку сахара. Все по рецепту. Все по рецепту. И, соответственно, у нас... И воды. Воды мы закидываем шесть штучек. И нажимаем приготовить еду. Кошеварим, кошеварим. Главное, не забывайте, что пиво, оно просто необходимо. Без него ни туда, ни сюда. И вот у нас и, собственно, приготовляется вкусненькое пиво. И еще такой момент, что вы должны знать. Есть такой прок синего пива. Называется оно свежее пиво. Свежее пиво восстанавливает три единицы энергии рабочим. Вот таким вот нехитрым способом мы узнали, как приготовить пиво, чтобы напоить своих работяг. И они у вас всегда были в строю. Надеюсь, эта информация была полезна для вас. И вы узнали еще на один пункт больше в мире Черной пустыни. Ну что ж, спасибо большое вам за просмотры. Если понравилось видео, ставьте вот такой большой палец. Если вообще понравилось, можете рассказать о нем друзьям. Обязательно подписывайтесь на канал Ютуба, группу ВКонтакте и на мои трансляции. Не забывайте, что стримы Юга Шоу проходят каждый день. Всего вам доброго и до встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok